У любителей кофе выше уровень противовоспалительных кишечных бактерий. Кофе – отличный напиток, который не только заряжает тело энергией, он помогает поддерживать здоровье артерий, предотвращает ожирение и защищает мозг от возрастных повреждений. Кофе может улучшить здоровье кишечника. В одном исследовании было показано, что высокое потребление кофе связано с более высоким уровнем противовоспалительных кишечных бактерий и улучшением состава кишечного микробиома. Кофе улучшает состав микробиома кишечника. Исследователи под руководством доктора Шона Гурвара из Медицинского колледжа Бейлера исследовали, отвечает ли кофеин за пользу для здоровья от кофе. Они отметили, что прошлые исследования показали, что кофе оказывает благотворное влияние на метаболические заболевания, такие как диабет второго типа и сердечно-сосудистые заболевания. Однако как именно кофе дает это преимущество, оставалось загадкой. Гурвар и его команда изучили связь между потреблением кофеина и составом и структурой микробиоты толстой кишки. Они набрали 34 здоровых мужчин-участников и попросили их ответить на вопросник о частоте приема пищи, чтобы оценить их ежедневное потребление кофе. Исследователи классифицировали потребление кофе как высокое, если участники пили кофе с содержанием не менее 82,9 мг кофеина в день. Так и низкое потребление, если оно содержит меньше этого количества кофеина. Команда собрала 97 образцов из различных сегментов толстой кишки участников и извлекла микробную ДНК. После выполнения анализа секвенирования 16 СРРНК исследователи обнаружили, что у потребителей кофе с высоким содержанием кофе были более высокие уровни противовоспалительных бактерий фейкалибактериум ироссобари и низкие уровни ирисипелатоклостридиум. Потенциально опасного рода бактерий. Например, предыдущие исследования связывали ирисипелатоклостридиум рамосом с метаболическим синдромом и активацией транспортеров глюкозы и жира в тонком кишечнике, что усиливает ожирение, вызванное диетой. Более высокое потребление кофеина было связано с повышенным разнообразием и равномерностью микробиота кишечника, связанной со слизистой оболочкой. И более высоким относительным содержанием противовоспалительных бактерий, таких как фейкалибактериум ироссобариа, пишут исследователи. Они добавили, что ассоциации были постоянными независимо от возраста участников и качества диеты. Исследователи также обнаружили, что потребители большого количества кофе имеют более высокий уровень других бактерий, которые обычно населяют микробиом кишечника. К ним относятся адорибактер, диалистер, алистипес, фосикотенибактер, блати и различные штаммы лочнаспвайра Сей. Ученые рекомендовали провести дальнейшие исследования, чтобы изучить, что эти бактерии делают в организме. Результаты исследования были представлены на ежегодном научном собрании Американского колледжа гастроэнтерологии в 2019 году, которое проходило в Техасе. Другие исследования связывают кофе с улучшением здоровья кишечника. В исследовании 2019 года ученые обнаружили, что кофе может изменять микробиом кишечника и увеличивать моторику кишечных мышц, улучшая работу кишечника. Исследователи подвергали кофе воздействию фекалий, чтобы увидеть его влияние на бактерии. Они обнаружили, что рост микробов подавлялся с помощью 1,5% кофейного раствора и даже снижался с помощью 3% кофейного раствора. Исследователи отметили, что кофе без кофеина оказывает аналогичное влияние на микробиом кишечника. В другом эксперименте мышам давали кофе различные концентрации в течение трех дней и проверяли изменения в их фекальном составе и гладких мышцах кишечника и толстой кишки. Исследователи обнаружили, что общее количество бактерий в кале мышей уменьшилось, а мышцы нижних отделов кишечника и толстой кишки стали больше сокращаться. Они также обнаружили, что кофе стимулировал сокращение тонкой и толстой кишки, когда мышечные ткани подвергались прямому воздействию кофе. Ученые рекомендовали провести дальнейшие исследования, которые подтвердят, полезны ли вызванные кофе изменения в микробиоме кишечника и может ли употребление кофе быть эффективным лечением после операционного запора. У кофе, как и у каждого продукта, есть свои секреты для здоровья человека. И наука о влиянии питания на здоровье начинает их открывать.